Виктор Владимирович, подписчики спрашивают, а правда ли, что все болезни начинаются от паразитов? И действительно ли паразиты та самая глубинная причина, о которой многие не догадываются? Или это всего лишь спусковой крючок многих нарушений, которые уже имеются и только ждут своего развития? Правда где-то посередине. И почему это именно так, мы поговорим в этом видео. А о самом легком и комфортном способе освобождения от паразитарной инфекции, известном на сегодняшний день, мы поговорим с вами на ближайшем вебинаре. Регистрируйтесь в описании под этим видео. Приходите, чтобы получить подробную информацию из первых рук. Пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что одна из первейших операций по пересадке человеческого сердца, которую провел Кристиан Бернард, гений кардиохирургии, как раз таки было связано с тем, что была жизненная необходимость. Кристиану Бернарду хотелось спасти жизнь своего ребенка, сердца, которое было поражено апистолхиями. Так что, в общем-то, где-то, наверное, как говорится, истина лежит посередине. И, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что, возвращаясь, опять же, к моей, к нашему любимому памятнику медицинскому, к моей любимой книге, связанной с тибетской медициной Джуши, которая упоминается о пяти видах желчи очень четко, есть даже и указание на то, какие паразиты сопровождают пять видов желчи. Паразиты кожные, паразиты мозговые, паразиты сердечные, паразиты гастрономические, паразиты суставные. Поэтому, в общем-то, истина, конечно, вот, лежит, наверное, все-таки в этой плоскости, в середине. Если паразиты у нас присутствуют, естественно, мы часть своей жизненной энергии отдаем. И, в первую очередь, мы отдаем туда то, что должно идти на нас, на самих, на собственное пищеварение. Поэтому, это, это естественный процесс. И, кстати, пользуясь случаем, спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что еще в 20-е годы, если говорить конкретно, в 28-м году, польский физиолог Бах Кричевский, в 28-м году 20-го века, в Варшаве, сделал доклад и защитил правомерность гипотезы своей о влиянии глистной инвазии на развитие сахарного диабета второго типа. Дальше, больше. В 32-м году, именно Бах Кричевский указал и показал на большом количестве материала две волны глистные. Первая, так называемая, весенняя волна, которую вызывали цисты и яйца. И вторая, осенняя или ранне-зимняя, которую уже вызывали половозрелые особи. Именно они являлись причинами развития сахарного диабета второго типа, потому что, по сути дела, они уничтожали те самые, будем говорить, механизмы, разрушали те самые механизмы, когда у нас формируется устойчивая желчная логика, а устойчивая желчная логика формирует у нас устойчивый процесс пищеварения с преемственностью в обличении системы поджелудочной железы. И тогда, когда у нас собственного, так сказать, инсулина на это не хватает, у нас происходит изнашиваемость островков лангерганца, и тогда уже ничего не остается делать, как развиваться с сахарным диабетом. Второго типа в этом смысле. Поэтому ссылочку на наш вебинар, пожалуйста, вы найдете сразу под этим видео. Регистрируйтесь, приходите, задавайте вопросы, слушайте наши советы. Вместе с вами мы будем осваивать эти методики безопасного, максимального способа противопаразитарной активности, как Татьяна Владимировна абсолютно замечательно выразилась, элегантного, безопасного способа. И будем приходить к общему знаменателю, как мы можем этим пользоваться в текущее время и на перспективу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!